привет рыбачки сегодня покажу еще один способ как можно сделать не зацепляйку на оффсетном крючке делается в принципе просто в магазинах где продается женская без ужитерия косметика вот зачастую продаются резиночки они которые используются детки плетут там из резинок какие-то браслетики колечки вот и также вот эти резиночки используются для закрепления косичек дредов там или не знаю там женщинам быстрее больше видно и вот такие колечки они небольшого диаметра сантиметра полтора бывают разные вот они продаются и довольно таки дешевые продаются в больших количествах то есть если купить один раз это хватит надолго но вот смотрите что получается вот беру я оффсетный крючок вот ну то есть он например там на леску одет вот я его таким образом просто 22 витка сделал вот выпрямили чтобы колечко было ровненько и забородку крючка вот забородку крючка цепляем резиночку то есть что получается вот сейчас продемонстрирую например берем твистер любой и например этот дропшот или даже просто отбросая крючок как огрузочка будет небольшая вот и цепляем в забородку крючок вот зацепили и теперь этот крючок просто-напросто будет ну проходить все травки цепляться не будет будет соскальзывать по резиночке а при поклевке например там рыба клюнула раз и все то есть как бы резинка убирается он прошивает челюсть пасть щучью с удачу то есть надо зацепить только забородку ну соответственно когда начнете этим пользоваться то есть но то крючочки ну подберете можно сделать еще одно такое движение например плохо мне немножко цепляется резиночку например если надо там укоротить еще можно подмотать вот так чтобы она был диаметр поменьше подогнуть крючочек можно осетники они хорошо гнутся и вот то есть жало совсем у меня убирается вот туда под резинку то есть и при проводке травинки кувшинки они не будут задевать и твистер в то же время имеет несколько степеней свободы и довольно таки так он лучше будет работать это то же самое можно применить и на например так на джигаловочки или вот на этом на чебурашки вот то же самое сейчас можно взять резиночку побольше поменьше в общем то смысл такой что она как вам сказать в общем то ее можно сделать любого диаметра вот таким способом то здесь вот загибчиком у крючка есть вот он на этих чек вот то есть одели так вот этого день трестера одели твистер также можно подогнуть но это приспособиться когда на рыбалке будет все хорошо и крючок маленький так крючок маленький ну то есть надо резиночки подбирать таким образом чтобы ну крючок был побольше вот я сейчас его сниму этот крючок пример один вот этот так вот надели цепляем получается начи бурашки довольно таки неплохая такая снасть получилась но можно еще следующим образом нацепить например если чтобы более убойная была давайте ка другое какой-то возьмем да ты строк то побольше ну допустим вот так ну естественно когда может первый раз там второй третий десятый потом все это приспособитесь и будет ну на рыбалке быстро это все делать то есть вот даже вот в такой конструкции то есть ну ухватка рыба будет зато игра у более такая свободно у твистера получается ну в принципе вот что мы еще ну еще одну вещь покажу вот например сделал я такой осетничек это тут небольшой кусочек свинца термоусадочный кембрик подпалил под нагрел его и одел вот такую проволочинку то есть это обыкновенная проволока вот можно видно что то есть я обогнул там накрутил оставил заусенку здесь в принципе так же хаотично все сделал вот и что мы как мы насаживаем теперь твистер то есть мы вот одеваем его ну твистер предварительно проколоть надо то есть ну как например проколоть твистер любым если нет шила там любым каким-то и там инструментом прокололи наметили чтобы он ровно висел на крючке ровненько вот вот одели то есть видите да что я уже твистер здесь не рвется как вот обычно там если например грузилу то надо его как продевать да сейчас я покажу еще раз вот и одеваю вот то есть это уже сама по себе уже снасть получилось вот с загрузкой просто ну тут самое главное что именно вот этот момент но тут так как заусенка надо ну как выкручить аккуратно или заусенку делать поменьше вот вот момент самый главный вот вот это вот приспособление то есть она ну естественно чтобы дожала она не доставала крючка и соответственно не мешает но твистера ходит намного дольше во первых у них появляется внутри тельце небольшое ну может быть вот такое тоже сделать вот проволочки проволочки накрутить ну потолще например загрузка то есть тельце получается небольшое туда и его не так сильно терзает там рыба хищная вот ну можно еще вот сейчас посмотрим какой нибудь вот например вот вот тоже возьмем этот же висторок наденем его вот и сделаем не зацепляйку вот колечко ну соответственно можно вот сначала одеть вот эту резинку потом потом одеть ну зацепить эту застежку потом зацепить его за бородку вот получилось тоже не зацепляйка довольно таки такая хорошая можно через траву водить и ну в общем то и от коряг спасает а всего то вот тут вот именно вот чтобы жало было под резинкой вот в принципе крючки вот эти вот они почему то может быть когда их ну там заливают вот угрузила они немножко можно их подогнуть ну не руками так пассатижами и так же то есть можно два раза тут накрутить три ну чтобы он не отстреливалась резинка вот 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 не зацепляйки ну короче я вам рассказал про не зацепляйки и плюс новая снастка вот с таким вот овсетник можно просто овсетник вот такая прибамбас ну проволока хоть нержавейка хоть какая проволока и одеваться она ну что одену вот эту одену вот то есть я ее проколол уже вот вставил видите да вставил он ну свободно таким болтается вот замерили и одели ну вот такая вот не зацепляйка тоже ну ладно счастливо скоро через месяц открытия сезона будем джиговать мы же не браконьеры будем джиговать будем ловить в траве на бровках на глубине в корягах и с минимальными потерями до встречи на рыбалке